Меня зовут Екатерина, и я приехала с Питера. Я сидела дома, совершенно не думая ни о чем, и вдруг мне приходит мысль, мне нужны медитации. Зачем? Что это? Мы, в общем, никто не поняли, но они нужны. Я встретила своего фотографа на фотосессии. Говорю, ну вот, Наташа, что ты мне... Вот я решила, мне нужны медитации. Она говорит, а у меня есть вот мастер, с которым мы медитируем. Я говорю, окей, мастер Эмрам. Послушала, два раза увидела, и через месяц была у него на семинаре. Сейчас на ретрите. Когда съездила на семинар, я тогда уже поставила себе все планы и все поменяла. То есть я сейчас приехала для того, чтобы подтвердить себе, что я делаю все правильно. И вот поняла, что я не просто подтверждение получила, а я еще выросла. Ну это какое-то как перемещение, что ли. Не знаю. Наверное, это вообще. И я до, и после. Как-то оно делится. И сегодня утром собираю вещи, я не хочу. Понимаю, что, да, не хочу. Не хочу расставаться с мастером, не хочу расставаться с этой атмосферой, с этими ощущениями, вообще с этим местом. Но набираю, набираю, чтобы забрать с собой. То есть оно как-то происходит на уровне внутри какого-то осознания, какого-то... Ну вот это принятие, которому учатся люди десятилетиями, оно как-то получилось сразу. У меня прекрасные отношения с детьми. Я полностью пересмотрела отношения с мамой. Я, ну, все. И мужчина, и бизнес, все. Все пересмотрено. Вроде такая же, вроде такая же веселая, такая же импульсивная, такая же шкодная. А все по-другому. И люди говорят, Катя, ты другая. Я всегда была суетным руководителем. Суетная. И то есть зачастую, когда мысли в голове, не просто их много, а они, знаешь, так... Как гонки в голове. То сейчас оно все. Я только эта гоночка начинается. Я возвращаюсь к себе, как говорит наш мастер, божественный сосуд. И все становится на места. И мои люди, которые со мной работают, даже у них, они всегда спрашивают, они задают вопросы. Они меня окружат, как вот мастера мы окружаем все. Меня на работе так часто окружают, начинают задавать вопросы. У нас даже есть такая шутка, политинформация. Я прихожу утром, на каком-нибудь вдохновении прилечу и начинаю делиться со своими коллегами, со своими сотрудницами. У меня женщины. Я вот расскажу свои впечатления и мнения людей часто говорят, что йоги, духовные практики, это ты там будешь витать в облаках, это ты там должен ходить, как голый босс. Но это не про то. Это совсем не про то. Я, например, человек бизнеса. Я комфортно чувствую себя в роскоши. Но это про то, как ты к этому относишься. Как тебе там? Это совсем про другое. Это про внутреннее состояние. Не когда ты от этого зависишь, а когда тебе хорошо, и везде всегда, и независимо от этого. Но это не обязательно, что люди считают, что надо перестать есть, покупать одежду, ездить на хороших машинах, руководить компаниями, развивать свой бизнес. То есть, если кто-то, вот у меня очень многие раньше думали, что, ой, Кать, мы тебя потеряем. Но меня многие потеряли, да. Кто любит там какую-то жизнь, которая причиняет боль, страдания, мучает, убивает. Меня нашли зато те, кто любит жить в доверии, в принятии, в желании помогать, что-то делать такое доброе. Но вот это к тому, что не про то, чтобы снять себе последнюю одежду и с сумкой на плече уйти. Ну, в общем, я знаю свою мечту, я хочу стать такой, какой... Я не стесняюсь этого совсем. Какой я хочу, чтобы были мои дети. счастливой, открытой, здоровой, свободной, в доверии. То есть, если я раньше считала, что надо жить ради них, отдавать себя ради них, жертвовать собой ради них, быть несчастной, но чтобы только у них было все хорошо. А сейчас я поняла, что когда я сама свободная, сама счастливая, в доверии, в гармонии, когда... Вы знаете, когда все хорошо внутри, и когда я могу сказать, что я невероятно счастливый человек, я хочу это сохранить, я хочу это сконцентрировать, уберечь, и научиться транслировать так, чтобы мои дети получали именно вот это излучение. Не говорить им, как надо, а просто стать самой такой, как ты хочешь, чтобы были они. Вот это моя мечта. Субтитры создавал DimaTorzok